Я уверен, каждый из вас мечтал иметь Windows в кармане. Ну вот, чтобы вот эти окошки пальцем двигать и хвастаться в школе перед друзьями, что у тебя компьютер портативный. И бились в муках и обиде, не понимая, почему ChangeMySoftware Windows 8.1 Edition ничего не устанавливал. Но это всё в прошлом. На дворе 2024 год. Год квадроберов, ареста Павлодурова и, конечно же, новых возможностей на айфонах. В начале этого года Еврокомиссия очередной раз подала в суд на Apple, после чего тем пришлось разрешить эмуляторы систем. То есть вы спокойно можете играть в игры, которые выпускались на Nintendo DS, Game Boy и прочих приставках, которые старше нас всех вместе взятых. Но среди этого всего нашлось место для приложения UTM. Кратко говоря, это то же самое, что и Limbo на Android. В нём ты можешь создать свой маленький компьютер, в котором укажешь, сколько у тебя гигабайт жесткий диск, какой ISO-образ у тебя будет в DVD-приводе и даже какая архитектура будет у твоего процессора. Кстати о процессоре. Программа UTM эмулирует железо только 2009 года. Поэтому я буду использовать свою лайт-сборку Windows 10 на основе 1709, в которой я повырезал много компонентов, но внешняя структурность системы та же. Потому что на установку полной оригинальной версии системы уйдёт примерно несколько лет. А к тому времени Роскомнадзор заблокирует не только YouTube, но и кислород. Я собираюсь устанавливать Windows на свой iPhone 14+. Этому айфону ровно 2 года и его можно сравнить по мощности с 13 Pro Max. И тут стоит немного объяснить. Есть UTM SE, который доступен абсолютно для всех пользователей iPhone. А есть обычный UTM, который нужно ставить с помощью AltStore. Разница между ними заключается в том, что в обычном UTM используется инструкция под названием JIT. JIT расшифровывается как Just-in-Time. Это процесс компиляции, который переводит код в машинный язык. Когда JIT-компилятор переводит код в машины инструкции, в нашем случае это скорее всего Java, он создаёт код, который может выполняться процессором устройства. То есть он работает со всем железом iPhone, что должно было бы ускорить нашу виртуальную машину. Но учитывая то, что Apple это передовая технологическая компания, которая является практически монополистом рынка США, JIT можно включить только на S16, но с небольшим нюансом. Я полчаса убил на то, чтобы хоть намёк получить в чём проблема. В AltStore, где нужно устанавливать обычное UTM, надо зажать иконку программы и выбрать Enable JIT. Но у меня постоянно выскакивала ошибка. Я перерыл весь интернет. И оказалось, что для того, чтобы включить эту инструкцию хотя бы на iOS 17, мне нужна macOS Ventura. А учитывая то, что мне приходится снимать свой iPhone на старый Redmi 10, который сейчас стоит 80 долларов, я думаю можно догадаться, что у меня под рукой MacBook не найдётся. Перед началом нам надо скачать S-образ системы. В моём случае, как я говорил ранее, это лёгкая сборка Windows 10 2017 года, которую я скачаю из своего же сайта. Кстати, хочу вам пожаловаться, что Mediafire скачивает быстрее, чем Pixel Drain. Фу таким быть, ну согласитесь. В общем, у нас выбора нет, поэтому придётся использовать UTM SE. Тут всё предельно просто. Для начала нам нужно указать ISO-образ. И прошу, пожалуйста, не обращать внимания на документ под названием «Ответы президента». Это сугубо моё дело, и вам эта информация не нужна. Дальше указываем количество оперативной памяти, размер диска и количество ядер процессора. А затем, можно выбрать архитектуру и процессор. Но из-за того, что мы используем урезанную версию, кроме процессора 2009 и 1996 года, ничего выбрать нельзя. Как мы можем заметить, запуск установщика уже внушает доверие. Мы можем понять, что система выполняет свои задачи автономности и портативности. Всё-таки, чтобы ролик не вышел полнометражным фильмом, я буду делать паузы. На запуск инсталлятора у меня ушло аж целых 8 минут. После чего висел долго чёрный экран, потом фиолетовый. И наконец-то появился диалог выбора языка системы. Дальше процесс идёт вполне как обычно. Затем, через 5 минут появился диалог лицензионного ключа. И спустя в общей сумме 20 минут ожиданий, мы всё-таки попадаем на экран лицензионного соглашения и выбора дисков. И оказалось, что 8 гигабайт в системе мало, и нужно выделить минимум 10. Поэтому я без каких-либо психов учёл эту ошибку и пошёл добавлять ещё один 10-гиговый диск. Так, я уже наконец-то ребутнулся, вот уже выбрал 10-гиговый диск. Но инсталлятор тупо завис. Кстати, оцените флешку на 8 гигов, которую мне подписчик Глеб из Уцка в 2022 подарил. Она уже побывала в Испании, Румынии и ко мне в Америку жить переехала. Прикиньте, какая флешка путешественница. Пока у нас ставится система, давайте развлечёмся и откроем диспетчер задач. Для этого нам надо вызвать клавиатуру, чутка подправить окно виртуалки и вызвать командную строку. Ну, тут всё элементарно. Стрелочка вверх обозначает shift, так что жмём на неё, а дальше надо пролистать до F10. Вот таким чудесным образом мы создали комбинацию клавиш, которая молниеносно открывает командную строку. Теперь, чтобы что-нибудь написать, нам надо сменить раскладку на английскую. А для этого надо сделать что? Ну ё-моё, тут же элементарно всё. Надо всего лишь нажать на какую-то непонятную вторую кнопку, которая непонятно что отображает, а потом два раза на shift. Всё гениальное просто, как говорится. Дальше нам остаётся написать таск МГР, но почему-то после отправки данной команды клавиатура мне первым делом предложила умереть. В диспетчере задач мы можем заметить, что процессор нагружен почти полностью, а вот оперативная память отдыхает. Ладно, что уж там диспетчер задач, ведь пока у нас устанавливается система, мы можем написать сценарий для ролика, который вы сейчас видите на ваших экранах. Блокнот тоже открывается моментально. Я даже моргнуть не успел, если честно. Если что, я моргаю раз в 26 секунд. Да-да, именно так я и писал сценарий для ролика. Здесь абсолютно всё читабельно, и если вы не видите текст, вам стоит сходить к окулисту. Ладно, всё-таки потом напишу сценарий, мы ведь систему ставим. Тем более она перезагрузиться скоро должна. А, вот, как раз уже 0%, значит прогресс на месте не стоит. Медленно, но уверенно, спустя 3 часа распаковалось уже 36%. Я думаю, к полуночи уже система будет готова. Я уже сбился со счёта, может прошло часов 5, но заметно, что эта штука знатно садит батарейку. У меня телефон был полностью заряжен. Что ж, я останавливал виртуальную машину, потом зарядил айфон по новой, и снова продолжил установку. Итого, спустя в общей сумме 8 часов, у меня началась подготовка системы. Из-за того, что система слишком быстро ставилась, мне пришлось оставить айфон на ночь в простой. Ну а на следующее утро, когда я проснулся, я увидел это. В смысле? Даже если ты допустил ошибку, никогда не поздно допустить ещё одну. А с вами она не проведёшь, поэтому я решил обойти эту ошибку, поменяв пару значений в реестре. Для этого нам нужно по тому же принципу открыть командную строку. Затем прописать regedit, потом перейти в hk local machine, потом system, а затем в setup. Убрать значение в ключе cmdline, поставить значение 0 в OBA in progress, а затем из-за того, что у нас ошибка поверх всех окон, а её нельзя закрывать и в моём случае даже перетаскивать, методом тыка поставить 0 в значениях ключей setup face, setup type и system setup in progress. После этого нам останется написать shutdown-r-t0, чтобы перезагрузить систему с таймером в 0 секунд, а затем увидеть, что никакой пользы это не даёт и просто вырубить машину. И чудо свершилось, мы увидели синий экран жизни. Нам остаётся только-только подождать, когда мы попадём на рабочий стол, потому что первоначальную настройку мы успешно профукали. Да ё-моё, это Windows даже на iPhone решила сама по себе обновиться, ну Microsoft, войдите в моё положение, у меня в iTunes даже дубликаты писем автоматически удалять нельзя. Мы наконец-то попали на экран блокировки, и мы сразу же можем видеть элегантную работу системы. А спустя мгновение мы уже видим надпись «Добро пожаловать». Только это мгновение у меня продлилось 2 минуты. После 10-минутного обеденного перерыва у меня система загрузилась окончательно. Прошу прощения за то, что у меня яркость на записи скачет как курс рубля. Как мы можем заметить, пуск принципиально не запускается. Ну и не нужен нам этот ваш пуск. Поэтому я решил глянуть диспетчер задач. И, конечно же, он запускался не особо быстро, как хотелось бы. Здесь мы можем наблюдать, что у нас процессор Кему 1 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, который я выделил. И на удивление, Windows 10 сама пишет, что она запущена в виртуальном машине. Я такое, если честно, вижу впервые. В диспетчере устройства у нас никакие видеоадаптеры, попадя на причин, не отображаются. Ну и напоследок я решил открыть интернет-эксплорер. Только вместо того, чтобы открыться, он у меня спустя полчаса самовыпилился. Раз уж на то пошло, пора прекращать наш длительный 12-часовой путь в установке этой системы. Если вам понравился этот ролик, буду благодарен, если вы подпишетесь и поставите лайк. Также, в связи с тем, что многие потеряли доступ к ютубу, буду очень благодарен, если вы подпишетесь на мой телеграм. Там выходят разные новости касаемо винды, прочих технологий и, собственно, меня. Ссылочка будет в описании. Желаю всем удачи и до скорой встречи.